Сегодня я хочу с вами обсудить эту тему, что это за игра не Бравл Старс, а Бравл Квас. Давайте мы же с вами посмотрим, что это такое и целиком разберемся, в чем здесь такой ажиотаж и вообще суть этой игры. Добро пожаловать на канал Аплэксперт, с вами Владимир. Идти в данную игру и мы в принципе с вами сейчас поиграем, поймем, что это такое. У нас есть два вида варианта, то есть это прыжки, давайте в принципе сыграем, то есть поймем, то есть интуитивно, по ориентации экрана это вот у нас будет все в принципе происходить. То есть мы гироскопом управляем, скачем и в принципе мы с вами сейчас посмотрим, какой будет у меня рекорд. То есть изначально у меня был рекорд 27 и сейчас попытаемся уловить смысл. То есть мы скачем по плиткам, не знаю какой это аналог игры, если вы что-то подобное играли, напишите какой это аналог игры, давайте в принципе разберемся суть. Ну в принципе как убить время и с кем-то посоревноваться, там с вашими друзьями, я там видел, что есть какие-то сообщества, не знаю возможно ли здесь на пару играть. Но в принципе попытаемся уловить суть данной игры. Я короче завис на плитке, тут такая вот история, ладно, поняли, что здесь в принципе ничего интересного. Давайте приступим к другой игре, мы попробуем попрыгать. То есть у нас есть одиночный прыжок, мы нажимаем один раз, один тап перепрыгаем, а когда два автомобиля, два тапа и вот мы перепрыгаем намного выше. Вот, здесь у меня рекорд 34, давайте же попробуем здесь рекорд побить. И конечно же напишите какие у вас рекорды были по прыжкам в высоту, а здесь в данный момент, ну, прыжки через автомобиль. То есть у нас такой какой-то temple run в 2D. Ой, ну давайте же посмотрим суть, не знаю, вам нравится ли такая игра, либо это проверка на психику, без понятия. Я вообще, конечно, в игры не играю, но попытаюсь уловить какой-то смысл. В принципе что-то есть, у меня рекорд здесь 34, давайте же сможем ли мы победить его, или это рекорд с прошлой игры, даже не знаю. Но смотрим, то есть суть, нам надо четко перепрыгнуть, не зацепить. Не рано, вот как здесь, не поздно, ну ладно, в принципе понятно, то есть это такое интуитивно. Давайте перейдем в магазин, у нас здесь ящики, которые мы можем открывать персонажи и покупать. То есть я немножко здесь нарофлил, и давайте же откроем парочку мега ящиков. Первый ящик у нас, мега ящик, что нам здесь дают? Немножко золота 139 и какой-то тульский пряник обычный. Давайте еще раз откроем, что нам здесь дадут? 99 монет и это обычный микроволновка. Интересно, ну давайте еще один откроем, пускай это будет 3. Играем вообще на все бабки. И нам дают арбуз обычный, дыня. Еще один хочу открыть. Может все-таки что-то будет полезное. Но у нас пока крутой, это обычный персонаж. Еще один возьмем, это все-таки мега ящики. давайте уже будем идти до конца и нам дают кега эпический не игровой ну ладно давайте что-то по другое ящик denger маэстро нет ящик анонимус какой-то классический ящик ну давайте откроем вот этот вот ящик что нам здесь дадут и у нас здесь код анонимус эпический отлично давайте наверное еще раз эпический откроем может все-таки здесь еще какие-то уникальные у нас подарочки опять все тот же код у нас ладно давайте ящик вот denger мастера что это у нас такое что нам здесь дадут о обычный ну что это такое общение понятно monkey ящик откроем давайте откроем monkey ящик что нам здесь предоставят здесь у нас monkey fake png обычный интересно еще один откроем и можно открывать еще парочку эпических если мне математика не позволяет давайте monkey ящик что нам здесь дадут на monkey ящик и это monkey с ноутбуком обычные зачем я здесь итак открываем еще 2 последних мега ящика по 80 и может все-таки попадется какой-то интересный персонаж и это у нас игровой компьютер обычный ясно и еще разочек откроем что у нас здесь 130 монет и опять же также кега эпическая то есть как понимаете выходим обратно у нас здесь вот бойцы тех которых мы открыли здесь их у нас 11 открытых из 72 и в принципе вот как то так здесь по уровням открываются игры или же вот дальнейшем будут какие-то доступные из друзья клубы и так далее напишите в комментариях что вы здесь видели для себя для меня это очень интересно почему люди так не залипает и почему она так принципе сейчас бомбит а не судите я не знаю напишите мне в комментариях чтобы об этом думать и сидите ли в этой в игре какие вы здесь видите нюансы привилегий почему же все-таки интернет бомбит по этой игре и дайте в принципе об этом знать также не забывайте что есть канал just run по подсказке в описании в ссылке закрепленном комментарии тоже есть я провожу там конкурсы это мото канал just run каждую новую тысячу подписчиков будем разыгрывать призы среди подписчиков в онлайне все честно рандомно и самый главный принцип на 10000 подписчиков разыгрываем мотоцикл kawasaki nizze x9r дальше больше скоро увидимся до встречи до встречи